Ну что, друзья, привет! У нас сегодня морской эфир снова, правда, мы вот с Артуром в кадре будем, да, то есть, и будем сегодня говорить о том, как связано духовный рост и питание, ну и вообще здоровый образ жизни, потому что Артур занимается пчеловодством, занимается зожем, ну здоровым образом жизни, и в целом мы как раз на этой теме и познакомились, вот. Ну и сегодня пообщаемся, обсудим, как это все вообще взаимосвязано, как можно улучшать свое духовное состояние, меняя свои привычки, там, питание, добавляя пищевые паузы и так далее. Ну, погнали! За нас уже там говорят. Ну, я, наверное, расскажу о своем опыте, как я вообще познакомился и как пришел к здоровому образу жизни. Мне всегда в детстве было интересно, почему некоторые люди там живут до 60 лет и уже в 60 лет очень плохо себя чувствуют, а некоторые люди там в 90 еще бегают бодрячком. Мне всегда хотелось стремиться к тому, чтобы в 90 лет бегать бодрячком, ну, понятное дело, что каждому сколько ему положено, столько и положено, но все-таки хочется вот эти вот все года прожить с тем, чтобы не думать о каких-то проблемах со здоровьем, а жить, полностью наслаждаться, потому что, когда у тебя есть здоровье в теле, тогда ты можешь на 100% наслаждаться жизнью. Ты хотел бы на 90 дожить? Я не планирую 90, я думаю, что вообще 90 это далеко не потолок. Я думаю, что в нас заложены ресурсы на 140, на 160 лет, то есть я вполне адекватно отношусь, если я буду там 120 или 140 лет. Я вот думаю, что на самом деле, как бы, основное, это не количество, ну, как обычно, людей, а качество жизни. То есть лучше прожить 30 лет классно, чем 150 лет, но как-то вот, как-то совсем не так. Не надо ставить какую-то цель, там, 120 лет, там, ну, смысл, можно и тысячу лет жить, если ты ничего не творишь, не созидаешь смысл. Ну, я вообще сторонник того, что каждый пришел в эту жизнь с каким-то уроком, чтобы пройти, вот. И если человек прошел, то почему бы он может переходить на следующий уровень? Конечно. Переход на следующий уровень, это как раз вот, когда ты понимаешь, что ты тут уже достиг вот всего, чего хотел. Вот, потому что люди часто пугаются, да, что такое смерть, опять же, я людей там стараюсь как бы не стращать, но что такое смерть, это есть переход сменомерности. Да, да. А зачем вообще бояться о том, что неизбежно? То есть все же понимают, что смерть рано или поздно наступит, но когда у людей страх, там, паника начинается, вот, там, как сейчас, да, ситуация с вирусом. Эпидемия, карантин, да, это все. Эпидемия, пандемия, то есть у людей реально начинается паника. Из-за чего? Из-за того, что у них страх смерти. Ну, зачем бояться то, что неизбежно? То есть... У людей, по-моему, не страх смерти, у них, по-моему, страх, я даже не знаю, чего, как это назвать, страх того, что они будут там мучаться долго или болеть, или еще что-то. Потому что что такое смерть? Ну, типа, там, не стало человека в таком виде, в каком он был, и все, то есть тут ничего страшного нет. Ну, многие люди этого не понимают, и я думаю, что страх смерти это очень такой... Ну, многие люди даже, когда ты начинаешь говорить, что смерть неизбежна, они отмахиваются от тебя и говорят, слушай, я не готов эту тему обсуждать. То есть, вообще, мне кажется, вот у нас в крестьянстве как-то вот эта смерть, она связана с каким-то, там, горем, да, там. Есть же религии в той же Гватемале, там, на Филиппинах, ну вот, люди по-другому относятся к смерти. То есть, они могут на похоронах, там, петь, или плясать, там. Ну, я видел, кстати, да. Да, да. Я в Индии как раз смотрю, какая-то церемония проходит, люди танцуют, поют, то есть, я такой думаю, может, свадьба у людей, все такие веселые, все. А, смотрю, гроб там, или что-то, ну, не гроб у них, в общем, а тело несут на сожжение, на кремацию, там, да, они ее сначала кремируют, да, а потом, там, в водоем какой-то быстренько, это, или там, в море, или в речку, там, и все. Ну, и, то есть, вполне весело, то есть, а что плакать? Ну, да, вот, в Гватемале есть, вообще, День памяти, ну, это, типа, как у нас проводы, там, люди собираются на кладбище, то есть, у них полноценный праздник, там, дети собираются, там, барбекю делают, там, змеев летучих запускают. Все веселятся, радуются жизни, ну, потому что глупо отрицать то, что неизбежно, то есть, если есть жизнь, то есть и смерть, это как ин-янь, то есть, это две противоположности, которые существуют, независимо от того, хотим мы признавать их или нет. То есть, если мы признаем жизнь и любим ее, то мы должны также самоуважать и признавать то, что есть смерть. Да, вот видишь, как у нас интересно получилось. На самом деле, начали, да, со здорового образа жизни, а пришли к смерти. К смерти, да. Здоровый образ жизни, где? Нет, здоровый образ жизни, он невозможен без страха. Да, то есть, когда у тебя есть какие-то страхи, то ты по-любому не можешь быть здоровым. Если у тебя есть страх, а все вытекающие страхи, это производная основного страха смерти, да, вот. Есть там большой страх публичных выступлений у многих людей. То есть, это же связано с тем подсознательным, который идет у нас издревле, то есть, человек понимает, ну, он, современный человек понимает, что неважно, как он выступает на публике, то от этого ничего не изменится, да, то есть, в принципе, жизнь его не поменяется. Но раньше, если тебя стая отвергала, то это приводило к неминуемой гибели, и это все записано под сознание, и поэтому, ну, страх публичных выступлений один из мощных таких страхов. То есть, я сам, когда впервые выступал публично, то есть, я там и вспотел, и, ну, в общем, эмоции переживаешь, которые в обычном состоянии очень тяжело пережить, то есть, сродни с эмоциями, которые, когда ты границуешь со смертью. Да, да. Вот, кстати, вот эти штуки, как бы, ну, хорошо прорабатываются в оликинге. Ну, вот эти страсти все, вот, навязчивые стремления и тому подобное, когда человек боится, ну, допустим, выступать, опять же, ты очень правильно сказал, что это связано с вот этими внутренними, которые глубоко-глубоко там еще в генетической памяти зарыты. Вот важно их оттуда вытащить наружу, потому что, если человек не хочет на это смотреть, то что, ну, как бы, его насильно не заставишь. И часто бывает, что страх подталкивает человека к духовному родству, потому что, если у человека, ну, нету вот этого, вот, как бы, боязни ухудшения, вот, что, вот, если он так будет продолжать делать, то ничего хорошего с этого не будет. Это подталкивает его наоборот, стремление что-то начать делать, как-то работать над собой. Да, да. То есть, по-любому, вот, почему вот многие просветленные, просветленные, там, тот же, этот, Экхартоле, да, вот, он стал просветленный, когда он был близок к самогубству. Ну, то есть, хотел убить себя, да. То есть, человек, когда вот находится в таком граничничном состоянии, он либо уходит из этой жизни, либо он происходит трансформация его, и он становится просветленным. То есть, он начинает совсем по-другому смотреть на эти, на все вещи. И в этом плане мне очень нравятся пищевые паузы. Ну, я уже больше 15 лет знаком с лечебным голоданием. Когда-то я решил проблемы со здоровьем, которые не могли решить врачи на протяжении трех лет. Но мне нравится вот еще философский смысл пищевой паузы, потому что, когда ты входишь в пищевую паузу без еды, твой ум понимает, что если это будет долго длиться, то рано или поздно приведет к смерти. Но когда ты проходишь, там, день, второй, там, неделю, и ничего не происходит, ты, как бы, таким образом даешь ему понятие, что, ну, смерти нет, ее не надо бояться. То есть, вот, смотри, мы 7 дней не кушали, и все нормально, только оздоровились, омолодились. И вот проходя вот через такие вот, казалось бы, сложные, да, на самом деле ничего сложного нет в пищевой паузе. Что там сложно, на самом деле не кушаешь просто и все, и наслаждаешься жизнью. Сегодня меня девушка спрашивает, как это надо, как это не кушать? Я говорю, просто не кушаешь. Да, я попробую. Вот, и еще важный момент, ну, я делаю такие более короткие, но я, как бы, без еды и без воды, вот, у меня, вот, как бы, то есть, я заметил, что, когда и не пьешь, гораздо проще и не кушать. То есть, вот, ну, как в меньшей степени, потому что, пусть у водички там немножко оно забурлило, и уже, как хочется немного покушать, вот. А когда и не пьешь, оно, как бы, вот, вообще как-то выключаешься и становишься как-то другим человеком, да, то есть, вот. Ну, я практикую не недельные, пока что на сутки, вот, но мне нравится такой вот именно вот и воду убрать, то есть, чтобы было вот в таком плане, как бы. Ну, когда я вообще без воды, это, там, ну, так, сутки к троим приравниваются на воде. Ну, то есть, это классно. Ну, я пробовал без воды, по-моему, трое с половиной, четверо суток вообще без воды. Ну, потом, конечно, тяжело, вот, на воде я вообще никакого дискомфорта не испытываю. То есть, у меня максимально 20. А без воды чувствую сухостью, да, какую-то, или что? Да, вот там, после третих суток начинается вот чувствовать, что очень какие-то глубокие процессы происходят. Да, надо вот медитировать вот в каком-то таком состоянии, несколько быть, ну, скажем, в другом, да. Когда уходишь, вот это то, что без воды и без воды, оно еще помогает в духовной трансформации. Вот то, что, вот, как я говорил в начале видео, как питание влияет. Вот я заметил, что чем меньше ешь, опять же таки, это помогает в духовной трансформации. То есть, это помогает как бы как-то по-другому посмотреть на свой внутренний мир. Ну да, потому что переваривание пищи, перевод ее в нашу энергию, там, АТФ, там, ну, которая нужна нашему организму, затрачивается большое количество жизненной энергии. И когда ты перестаешь тратить эту жизненную энергию, у тебя такой поток творческой энергии. То есть, я вот за неделю, ну, я вот первую неделю каждого месяца провожу без еды, я вот за эту неделю, бывает, успеваю больше, чем за три недели потом оставшиеся за месяц, потому что добавляется много вот этой жизненной энергии, и ты реально творишь, там, созидаешь и успеваешь закрыть все, что не успел за месяц. Ну да, я так знаю, что ты проводишь пищевые паузы еще и, ну, как бы, как профессионально, да, то есть, выводишь группы, да, то есть, там, в Закарпатии... Ну да, ну, я это изначально для себя проводил, а потом просто начали подключаться друзья, знакомые, которые тоже захотели попробовать на себе, увидели, что, как я себя чувствую спустя, там, три года. Вот опыт, да, то есть, пример личный очень хорошо показывает. Да, да, то есть, человек просто за тобой наблюдает, поначалу все говорили, там, ну, ты что, типа, каждый месяц, неделю без еды, посмотрим на тебя через полгода, когда ты загнешься. Проходит полгода, со мной ничего не происходит, они такие думают, вот что-то не то. Год проходит, видят, что я еще лучше себя чувствую. И они просто начинают, Артур, а можно с тобой попробовать? Ну, понятное дело уж, что у каждого человека есть какие-то проблемы, и когда он видит, что есть эффективный способ, как можно, там, без каких-то медикаментов решить какие-то проблемы со здоровьем, то почему нет? Конечно. Здравый смысл берет верх. Самое главное, что, ну, как пищевые паузы, или как у нас принято говорить, голодание, рекомендовали врачи еще, как говорится, испокон веков, еще там парацейк, собственно, вспоминают, но на самом деле это самый простой способ. Да, который доступен везде и каждому. Да, лекарства, это просто мы убираем симптомы, вот когда люди у меня даже спрашивают, а какое лекарство какие-то, да, ну, некоторые рекомендуют растительные препараты, опять же, там, изменить питание, но самый простой способ, это даже перед переходом на растительное питание, вот, ну, я использую веганство, ароу, то есть сыроедение, но важным моментом является то, что даже перед этим перейти, если сделать пищевую паузу, то это очистит организм от всего того груза, который даже гораздо быстрее, а потом на сыроедении уже будет гораздо проще, потому что, ну, если человек не может там совсем без еды, без воды, это бывает сложно умственно, в принципе, берите, значит, на растительное сырое питание, вот, и на таком питании затрачивается минимальное количество на переваривание пищи, потому что там есть ферменты, там есть все витамины, то есть, ну, и желательно кушать, ну, не знаю, некоторые говорят, надо кушать там много-много раз в день, там, чуть ли не 5 раз, да, я могу сказать, что лучше 1 раз в день, вот, как по мне. Можно свой организм приучить к любому питанию 1, 2, 3, 4, или 5 раз, да, просто мы вырабатываем у себя внутренние часы, и когда нам будет желудок, грубо говоря, давать сигнал в мозг, что пришло время, надо покушать, то есть, чувство голода у нас появляется не из-за того, что нам жизненно необходимо вот именно в этот момент что-то съесть, просто свои часы настроили, вот, мы кушаем в это, в это, в это время, и наши внутренние часы срабатывают, начинается выделение желудочного сока, там, поджелудочная желчь выделяют для переработки еды, и все, начинается желание кушать. Да. Все в уме. Все в уме. Вот что важно, почему я говорил, как связано питание и ум, потому что у нас все в уме, и чем больше мы, скажем так, в уме у нас непроработанных вещей, тем сложнее нам жить, и вот, когда мы очищаем себя телесно, очищаем себя умственно, повышается наша энергетика, и мы начинаем совершенно иначе действовать, и действуем его благо для себя и для другого. Да. Я очень долгое время боялся холода, я вообще не понимал, как люди могут зимой купаться. Да, купание. А все тоже есть в голове. Я когда-то стал смотреть видео Вима Хоффа, это «Ледяной человек», ну, когда он говорит, что это может каждый, я решил попробовать, и действительно, я вот с начала этого года в море купался, ну, с января месяца в море купался гораздо больше раз, чем за все лето прошлого года. Ну, здорово. Да, я, кстати, эту зиму купался практически каждый день, там был перерыв у меня 2 недели, вот, ну, вот так я даже в лютой стужу, помню, купался, хоть это было очень и несложно, ну, не по методике той, которую ты используешь, то есть я так по своей методике, но для меня главное, вот, я заметил, что купание, да, просто оно как-то вот бодрит, да, повышает, как-то вот такой всплеск дает какой-то такой жизненных сил, просто окунулся, даже вышел там вот буквально на 5 секунд, даже там ни минуту, ни больше, все равно. Но эффект есть, самое главное, вот, на мой взгляд, это такое постоянство, да, то есть, чтобы вот не пропускать, потому что пропустил 1-2 дня, уже как-то оно выбивает. Да, да. Это знаешь, как на сыроедении там, поел обычную пищу, а потом о чем мне еще ее не поесть, и так вот происходит уже отход от такого питания. В общем, друзья, мы тут, в общем-то, классно пообщались и, наверное, будем на сегодня заканчивать уже. Кто, как говорится, кому видео понравилось, то я дам ссылку на канал Артура, чтобы можно было тоже посмотреть. Он тоже записывает видео о здоровом образе жизни, о пчеловодстве, да, о пищевых паузах, ну, о многих вещах, да. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, на канал Артура, ставьте лайки, добавляйте друзья, контакты будут указаны под этим видео, и делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими, вот, и буду рад вас видеть в следующем видео. До скорой встречи!